Доброе-доброе утро, друзья! Или день, кто меня когда смотрит? А у меня доброе утро. Началось оно с мычания коров, они меня разбудили. Вот так начинается утро. У нас коров нету. Соседские коровы. Ну и вообще с улицы с нашей пошли в стадо, начали мычать, перемыкиваться. И вот. Такое у меня сегодня утро. Ну и сегодня, теперь утро каждый день такое будет. Ну ладно, мне все равно пора уже вставать. Лето же наступает. Нужно работать в огороде. Вот так. Вам желаю мира, добра, друзья, здоровья и хороших-хороших денечков побольше. Вот так. У нас каждое-каждое утро. Скоро еще раньше будут в стадо выгонять коров. Буду раньше вставать. Пойду позавтракаю. Сделал цирночки из творога. Два яйца размешала. Сейчас 4 ложки сахарного песка добавим сюда. Все размешаем. Творог будем добавлять. Добавил сахарный песок. 4 ложки сахарного песка. 4 ложки столовые. Сейчас добавлю 2 пачки творога. По 200 грамм. 400 грамм будет. Соды. Третья часть чайной ложки. И половину чайной ложки соли. Буду все размешивать. Потом муку добавлю. Добавила 2 пачки творога. Как я уже сказала, соли половина чайной ложки. Одну третью соды. 2 пачки творога. И 4 столовых ложки сметанки. Вот она у меня здесь, сметанка стоит. Сейчас я добавлю. И все это размешаю. Картофель-мешалочка вот такой. Помну. Ничего сбивать не надо. Просто хорошо помну. И все. Сметанки добавлю. И помну. А потом будем добавлять муку. Я посчитаю, сколько муки. Это можно посмотреть, какое будет у нас получаться тесто. Размешиваем творог, сметанку. Все. Вот так вот. До однородной массы. Тесто должно получиться не жидкое. Не густое, а среднее. Вот так вот я беру его в ложечку. Оно переворачивается спокойно. И вот здесь у меня рядом мука. Я с ложечки снимаю. Вот так я сформировала сырничек. Вот такой. Форма, какой мне нужно. И на сковороду. И так делаю до конца. Пока все здесь не расходуем. Будем выпекать. Вот здесь у меня пекутся. Сейчас буду переворачивать. Сковородка у меня старинная. У вас может быть любая, другая. Просто мне очень удобно нанести. Я уже знаю эту сковороду. Вот так растительное масло. Немножко налились и текут сами. Старится. Вот так я и перевернула. Вот эти поджаренные. Ведь еще не очень. Потом еще разочек переверну. Ну, вот так сжарятся у нас сырники. Если кто-то не очень любит, чтобы много было масла. У меня тоже не очень много. Ну, можно еще чуть-чуть даже меньше на сковороду. Чуть-чуть смазать сковородку. Они будут полусухие. Вот такие красивые сырнички получаются. Очень вкусные, пышненькие. Давайте я один возьму в руки и покажем. Вот такие красивые, пышные получаются сырнички. Вот такие красивые, пышные получаются.